Помники вортовым мяжи есть в Бресте, Пинску, Сморгоне. Отдать здание на память пограничникам всех поколений вырошили и в Пинску. Памятный знак усталеванный на перекреживании двух буйных городских улиц, Завальная и Брестская, неподалеку от Голодной городской площади. Его творение инициировал Пинский пограничный отрат. Наша идея была поддержана руководством Государственного пограничного комитета, другими территориальными органами пограничной службы, ветеранскими организациями пограничников Республики Белоси, а также гражданами, которые в различное время проходили службу в пограничных войсках Республики Белоруссия, в различных подразделениях. Сбор сродков на створение и усталевание памятного знака был организованный силами пинских пограничников. Допомогу оказали и местовые предприемства и организации. Сгодно с першопочатковой концепцией, в городе должен был появиться не просто черговый помник, но и новое место для культурного отпочинка и ритуальная пляцовка для проведения мероприемствов с делом самих пограничников. Для этого было проведено доброупорядкование пролягающей территории, проведено озеленение. Есть традиции военные. Раньше были моряки, это тоже защитники, сейчас пограничники. Я как председатель хочу сказать большое спасибо Пинчжанину за таких людей, которые воспитывают. Одной из адмысловых умов на этапе обмеркования проекта стал пошук выключена мясцового майстра. Им стал пинский мостак и скульптор, автор ведома гасада скульптур под открытым небом Сергей Жилевич. Его имя еще с советских часов широко ведома за межами Беларуси. Все мои произведения это личное видение. По-другому я как бы не работаю. И даже заказные варианты я стараюсь сделать так, чтобы это не просто была какая-то работа, а именно творческая и чтобы она соответствовала моему пониманию, что такое скульптура. По словам автора мемориала, ему потребовалось около 6 месяцев на то, как с 12 тонн гранитной глибы высекший выявы пограничников. Сгодно с задумой творцы памятный знак уявляет собой несколько тваров с отметными для каждой из исторических эпох рисами. Створить таки грунтовный монумент в родном городе было давним жаданием скульптора.